Арулата Мухаммед Кали Когда нравится тебе, чем ты занимаешься, если оно тебе нравится, то занимайся этим. Будучи ребенком, он взвалил на себя отнюдь не детскую ношу, однако поразительно другое. С какой легкостью Арулат справляется со всеми задачами и обязанностями 15-летнего подростка, имея при этом трехлетнюю карьеру в качестве мастера ногтевого сервиса. В понедельник просыпаюсь, бегу на танцы, бегу домой, бегу в школу, после школы иду домой, принимаю клиента и помогаю родителям по дому. Смотрю там братика, кормлю его, меняю памперс и потом ложусь спать. И так практически каждый день родители не сразу разделили интерес ребенка. Гендерные стереотипы взяли свое, однако сейчас поддерживают его во всем. Работой Арулат себя не перегружает, принимает одного-двух клиентов в день. Изначально свои услуги он оценивал в полторы тысячи тенге, сейчас в три раза дороже. Неудивительно. За три года наилмастер собрал полторы дюжины наград международного уровня за свои навыки. На достигнутом он останавливаться не собирается. Я хочу открыть салоны, открыть школы и стать организатором международных чемпионатов. Это впереди, а пока Арулат наслаждается детством и старается сделать так, чтобы оно было и у его младших братьев. В особенности у Бекариса, который продолжает получать лечение после падения с окна. Старший брат радуется каждой маленькой и большой победе. Когда плакал, он... Вот лицо в кирпич, слезы идут. Получается, вот так стоит, а слеза течет. И сейчас он радуется, плакает, кричит, подает знаки. Добрейшей душе ребенка не чужда благодарность. Он слышит зов тех, кто в нем нуждается. Поэтому помогает Арулат не только своей семье. Я покупал хлеб раньше и оставлял в лавке добра. Хочешь кому-то сделать добру, просто положил, вот так раздал. Я так делаю. Я раскладываю хлеб по полочкам и объявляю это в инстаграме. То, что вот в булашаке, в артыше я оставил хлеб. Те, кому надо, берите, не стесняйтесь. На вопрос об идеальном детстве для своих младших юный герой отвечает лаконично, но его ответ помогает понять, какое детство было у него самого. Чтоб оно было яркое, незабываемым, чтоб они веселились и нашли свое дело поскорее. Яркое детство – это когда ребенок любит свою жизнь, ощущает поддержку родных и близких, знает цену труду и отдыху, способен сопереживать и жертвовать, быть искренним и светлым. Яркое детство – это когда улыбка идет изнутри. Яргали Рамазанулы до сумбек токая гирта сахпарат из города Экибастус.